2 ноября. Духовная близость. Однажды мы с мужем поехали отдохнуть в наш домик в горах. Это было начало нашего недельного отпуска, которого мы так ждали. Я была совсем измучена из-за постоянного беспокойства и тревоги за нашего зависимого сына, который жил в другом городе. Как у него дела, чем он занимается? Мучительнее всего было переносить неизвестность. Возле дома у нас есть флигель, на который я повесила табличку «Безмятежная обитель». Взяв с собой материалы для чтения по программе «12 шагов», я удалилась в этот флигель и стала читать в уединении и покое. Из расположенной неподалеку церкви до меня доносились умиротворяющие звуки музыки. Потом я услышала легкий стук по крыше. Я открыла окно и увидела, что начал морозить дождь. Я стала наблюдать, как капли дождя тихо шелестят по листьям. Тут вдали послышалось потрескание веток. Через какое-то время передо мной появилась олениха. На минуту наши взгляды встретились, потом она неторопливо пошла дальше. За ней, не отставая ни на шаг, следовал маленький олененок. В то время, как они медленно удалялись от меня, я вдруг поняла. Это моя высшая сила сообщает мне, что она заботится о нас и что я могу отпустить свои тревоги, положиться на Бога и наслаждаться отпуском. Размышления на сегодня. Я буду помнить, что сила более могущественная, чем я, имеет много способов для контакта со мной. Часто я могу ощутить связь с высшей силой через самые обычные события или явления окружающего мира. Мне надо быть открытой и непредвзятой, чтобы слышать послания моей высшей силы. Цитата. Позволь вещам быть такими, какие они есть. Еженедельное издание «Голос». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok